А-32 За серебро, либо за голду. Что касается того, что можно купить за Real Money, это необходимо переходить на страницу Wargaming. Короче говоря, там премиум магазин, его продолжение за Real Money. Не буду тратить время, просто скажу, что в набор к этому танчику за 4 бакса, он сейчас стоит на продаже, сегодня буквально выпал и будет продаваться еще 7 дней с учетом сегодняшнего. За 4 бакса входит 14 дней премиум аккаунта и 30 бустеров голды. Это то, на что стоит обратить внимание. Помимо этого, есть еще 5 сертификатов X5 опыта. Ну, кому надо, кому не надо, здесь под вопросом. Открытое оборудование, но оно в принципе не сильно дорогое, поэтому не считаем это какой-то существенной плюшкой. Слот в ангаре, как бы само собой разумеющееся и камуфляж. Короче говоря, из того, что положили в набор годного, я бы поставил на первое место, если не брать саму машинку, 14 дней према и 30 сертификатов, ну 30 бустеров на голду. И X5 это как бы так, вдобавочку. Что касается самого предложения, если считать, что 4 бакса это 4000 голды, поскольку я лично считаю, что именно такой ценник должен быть на косарь голды. Как правило, за такой ценник выпадают какие-то приятные вкусные предложения. Короче говоря, 1 бакс, 1 косарь золота. Соответственно, 4 бакса, 4 косаря золота. Я посчитал, что если вы возьмете 30 бустеров, отыграете 30 боев с приблизительно победами 50 на 50, ну то есть 50% побед, 50% проигрышей, на десятках будете играть, в таком случае вы получаете 450 приблизительно голды. Исходя из того, что за проигрыш 10 золотых и за выигрыш 20 золотых, соответственно, средняк будет 15 золотых, значит, можете рассчитывать, что вы из 30 бустеров получаете где-то 450-500 голды, если будете хотя бы на 1-2 боя больше выиграете, чем половина боев. То есть, если 17-18 раз победить, плюс-минус где-то выходите на пол косаря золота. Плюс еще 14 дней према. Если зайти и посмотреть, сколько премы стоят просто в магазине без каких-либо там скидок, предложений и так далее, то вы видите, что 7 дней према 1000 золота. Соответственно, 14 дней према 2000 золота. Таким образом, вы экономите, если вы покупаете себе за голду периодически в магазине прем, то таким образом вы экономите 2000 на преме и получаете еще 500 голды в виде бустеров. Таким образом, получается 2500. То есть, в целом, танчик с камуфляжом, с X5 на любые, кстати, ребят, танки, не только на А32, вы получаете за полтора косаря голды, как я уже сказал, танчик. Х5 на любые танчики, легендарные камуфляжики и открытое все оборудование. Короче говоря, заценивать будем именно в такой проекции за полтора косаря голды, то есть за полтора бакса, вот эта машинка. Приблизительно. Ну, пускай два косаря голды. Теперь возвращаемся к танку. Обсуждать по броне в танчике просто-таки нечего, потому что он весь картонный. Это песок, это средний танк, ну, ждать от него какой-то имбовой брони, как бы, ну, не особо-то и дождешься. Я приближу. Все, что бронированное, это вот эта вот маска орудия и самая бронированная зона, это верхний бронелист. Но, ребят, я условно говорю, почему самая бронированная. Потому что 57 с учетом приведенки в прямой проекции. Ну, согласитесь, разговаривать не о чем. И планка вот эта вот спереди, да, то есть стык двух бронелистов, верхнего и нижнего, она имеет, по-моему, там 63, врать не буду. Короче говоря, ребят, брони в танчике нет. Что касается орудия. Орудие, ну, такое себе. Почему? Потому что очень классный средний урон в 140 единиц для четвертого уровня. Но вот, честно говоря, очень не классное пробитие в 85 единиц. Хотелось бы чутка побольше. И существенно большое время перезарядки. Сейчас в бою вы это увидите, поймете. Разброс просто безбожный какой-то. И время сведения плюс-минус комфортное. ДПМ, как бы, особо не похвастаешься. Но ДПМ такой именно из-за того, что 8,8 секунды перезарядка у данного орудия. Согласитесь? Ну, довольно-таки существенно. Давайте не будем терять время. И запрыгаем непосредственно в каточку. И посмотрим, что машинка может в рандоме. Пока есть времечко, пока нас туда забрасывает, хочу попросить каждого из вас, кто еще не подписан на канал. Ребят, подписывайтесь. Я буду вам безумно рад. Сделать вы это можете по желтому шильдику. Вот здесь вот внизу, в правом нижнем углу. Наводите на него мышь. И, соответственно, в один клик становитесь постоянным зрителем моего контента. Я же, со своей стороны, постараюсь радовать вас новыми, свежими обзорами. Абсолютно честными, никем не купленными, не проплаченными. И показываю машины и товары в магазине исключительно в том виде, в котором они есть на самом деле. В руках не скиллового, я бы сказал, среднестатистического танкиста. Ну, в общем, ребят, по поводу подписочки. Я надеюсь, вы меня поддержите. Подпишитесь на канал, и мы будем с вами дружить и общаться почаще. Также хотелось бы обратиться к тем, которые бросаются периодически фекалиями в комментариях. Ребят, я не против того, чтобы вы писали свое альтернативное мнение. Но если вы пишете свое альтернативное мнение и говорите, что что-то я говорю не так, ну, это я культурно выражаюсь, потому что есть ребята, которые не сильно культурно выражаются, то у меня к вам убедительная просьба. Если вы уже бросаетесь фекалиями, то будьте добры завернуть их хотя бы в газетку своих объяснений, с чем связано ваше негодование, с чем конкретно вы не согласны и обоснуйте свое мнение. Я думаю, ребятам другим будет интересно, если вы с чем-то не согласны и можете это обосновать. Им тоже стоит знать альтернативное мнение ребят, которые его имеют, но желательно обоснованы. Итак, ребят, по подвижности. Машинка, я бы сказал, средней подвижности, не имбовая абсолютно. Как вы видели только что, брони нет абсолютно у данной машинки. И отыгрывать на ней сложновато, но, честно говоря, мне машинка нравится не очень. Я в свое время эту машинку получил абсолютно бесплатно. Ну, халява, она и есть халява. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. А вот платить ли бабло за эту машину, это уже вопрос, конечно, интересный. Я попытаюсь сейчас показать вам машину такой, какая она есть. Ну, а вы уже будете принимать решение, нужна ли она вам. Итак, ребят, вот урончик у нее действительно классный. Но, блин, прожить потом 8, практически 9 секунд до перезарядки, это то еще удовольствие. А с учетом отсутствия какой-либо брони, так чтобы можно было где-то хоть как-нибудь танкануть, ну, получается, что разбирать вас будут тупо постоянно. Да, я не спорю, сейчас в начале боя я немножко накосячил и отхватил пару тычек, без которых, честно говоря, было бы, ну, куда комфортнее и приятнее. Но, ребят, бои, они на то и бои реальные для того, чтобы машинка показывала себя не только во всей красе, а и в том виде, в котором она есть на самом деле. Вот сейчас, честно говоря, ну, не очень приятная для меня ситуация, потому что ребята, которые на горке, они все как один с удовольствием будут меня выцеливать. Ну, а мне, честно говоря, с учетом скорости перезарядки особо ответить нечем. Я думаю, что Чихе сейчас будет охотиться именно на меня. Ну, и, как я говорил, вот так вот. Два своих фрага мы сделали. Если бы я не нахватался тычек, безусловно, было бы чутка получше. Ну, вот, смотрите, пробивается и верхний бронелист, и возле маски орудия вполне спокойно башню прошили. Ну, короче говоря, как я и говорил, о броне забудьте. Досматриваем бой, закатываемся в следующую каточку для чистоты эксперимента. Итак, братцы, закончился бой, закончился поражением. 710 округляя единиц нанесенного урона. Два фрага, ну, в принципе, добирали недобитков. И в команде по урону третье место. Ну, в принципе, я бы сказал, что не сильно значительный отрыв у товарищей на М7. Ну, как получилось, так получилось. Я никогда не вырезаю ничего из своих видосов и показываю машину так, как она играется на самом деле в моих руках, а не нарезаю красивые видео с огромным количеством побед. Погнали, ребят, в следующую каточку. Посмотрим, насколько в этой катке машинка по играбельности будет отличаться от предыдущей катки. Ну, а пользуясь случаем и пользуясь свободной минуткой, я приглашаю всех вас принять участие в стриме, который состоится в субботу. Называется «Субботняя катка». Превьюшка выпадет чутка позже. На этом стриме будет проводиться отбор игроков в клан. Если вы имеете желание принять участие, у вас еще есть возможность зарегистрироваться. Зайдите на вкладку «Сообщество» на канале. И, соответственно, посмотрите, какие условия отбора и что необходимо сделать до субботней катки для того, чтобы поучаствовать в этом отборе игроков. Скажу откровенно и заблаговременно, меня не интересует при отборе в клан ни ваша статистика, ни уровни танков, которые у вас есть. Поэтому, ребят, возможно, кому-то будет интересно, кто перешел на Евросервер и потерял свои кланы, предыдущие в которых состоял. Милости просим, буду рад всем. Приходите на стрим, участвуйте в отборе, ну и, соответственно, присоединяйтесь к нашей братии. Итак, ребят, продолжаем смотреть на А32. Я попытаюсь сейчас отыграть как-нибудь где-нибудь подальше от врагов. Но, честно говоря, на А32 это немножечко задачка сложная. Скажу сразу почему. Дело в том, что сведение круг, он просто-таки безбожный. И выцеливать на дальних расстояниях кого-либо и со скоростью полета снаряда, вот таким вот, ну, как бы вообще не во вариант. Поэтому, ребят, пользуясь случаем того, что СТ-шки перекинулись на ту сторону вместе с ТТ-танками, я сейчас попытаюсь выцелить кого-то здесь. Ну, а если, ребята, перекинутся, буду выезжать к ним в тыл. Углы склонения как бы, ну, не фонтановые, прямо скажем. И время перезарядки тоже, как я говорил, не радует. Соответственно, машинка, ну, прям какого-то такого выдающегося фана, ну, вообще как бы не приносит. Вот ты играешь просто как играешь, а удовольствия особого не получаешь. Да, безусловно, бывают какие-то прикольные бои, в которых ты прям заезжаешь и всех разрываешь, потому что альфа хорошая и ситуация позволяет. Но если, ребят, ситуация не позволяет, то бой превращается в какое-то сплошное уныние. Ну, вот с таким вот долгим каким-то сведением, с попытками выцелить, но и с ожиданием того, чтобы быстрее перезарядиться. Сейчас попытаюсь добрать штуга. Ну и, соответственно, попытаюсь... А, уже спустился. Я на Т-25 рассчитывал подняться наверх для того, чтобы его там поразбирать. Но брат решил спуститься сам ко мне. Понимает он, что шансы у него невелики. Вообще, честно говоря, ребят, вот только Черчилля мне здесь, честно говоря, не хватало. Вообще, честно говоря, ребят, машинка была бы существенно приятней, существенно интересней, если бы у нее время перезарядки было поменьше. Вот было бы время перезарядки поменьше, я бы и Т-25 сейчас быстрее бы добрал. Я бы просто кинул в него на пару секунд раньше. Ну и, соответственно, он бы не отбросил в меня. Я бы сейчас вот в этого брата быстрее бы, допустим, откинул еще одну тычку. Короче говоря, все было бы совсем по-другому. Будь время перезарядки, хотя бы как-нибудь приятней. Кроме как бежать, ребят, у меня сейчас вариантов нет. Я думаю, вы понимаете, почему углы склонения не радуют. Видите, все, пушечка вниз не опускается. А значит, выцелить, стоя сверху на горке, у меня шансов ровным счетом никаких нет. На подвижность особую рассчитывать смысла тоже нет. Короче говоря, надо выискивать какую-то возможность такую, чтобы ребята попали ко мне в засвет раньше, чем они увидят меня. Ну, сейчас просто наобум кинул, просто для того, чтобы под раздачу не попасть. И опять попадаю в ситуацию, при которой у меня время перезарядки меня прям смущает до безобразия. Попытаюсь, безусловно, ускориться. Вот единственное, что М4 перезарядится явно быстрее, чем я. Ну и все мои потуги будут, как вы видите, тщетны. Итак, ребят, снова два фрага. Отыграли немножко лучше. Больше сделали для победы. Но, к сожалению, и этого не хватило. Не хватило именно тех вещей, о которых я говорил в бою. Это углы склонения. И это вопрос по КД. Очень остро стоит. Тысяча урона, два сделанных фрага. И по результатам команды первое место по наносимому урону. Короче говоря, ребят, вот такие вот бои, они гораздо приятнее, если вы в итоге еще и побеждаете. Но я скажу вам свое субъективное мнение. Такие бои на А32, ну, я бы сказал, где-то один бой на пять. Все же остальные четыре боя, как правило, по крайней мере, в моих руках. Может, я как-то коряво играю. Я не претендую на звание суперскиллового игрока. Но, возможно, и машинка сама, ввиду тех недостатков, которые я озвучил, несмотря на позитивы, которые в ней однозначно есть, все-таки не имба. Покупать или не покупать этот набор, безусловно, решать вам. Я никого не агитирую, просто высказываю свое субъективное мнение. А вам остается подумать, имеет ли смысл вам покупать этот набор за 4 бакса. Ну и, соответственно, сама машина вам обойдется где-то полтора-два бакса, если отминусовать те плюшки, которые вы дополнительно получите. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор на А32. Да, ребята, абсолютно это песок. И уж не бросайтесь в меня камнями за то, что я делаю и на песок, в том числе обзоры. Но не только ж восьмерки и десятки-то в конце концов смотреть. Есть ребята, которые и в песке играют. Всех благ, всего хорошего. Обязательно бобра вам и как можно пушистей. Возвращайтесь на канал, буду вам безумно рад. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечаю абсолютно всем. Мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok